Я всех приветствую на своем канале Винчфам и Винчфам, и с вами Лена. Да, я хотела, конечно же, продолжить свою серию видеовлогов и поездок, экскурсий. Так как у меня был поломан компьютер, я не могла продолжить свою экскурсию, а ведь после Германии, региона Айфель, мы продвинулись в Люксембург. И сейчас я вам снимаю саму дорогу, и сейчас вы видите всевозможные деревушки, через которые мы проезжаем, чтобы попасть в город Вьянтен. Город Вьянтен, он довольно маленький, очень знаменит своим замком. Мы сейчас, конечно же, находимся недалеко от самого города, и просто хотела вам показать, насколько необыкновенная красивая природа. Камера, конечно, не может передать всей красоты, какой-то сказки, когда вы видите всю эту зелень, вдалеке замок, возле него реку. Это необыкновенно красиво. Посмотрите, какие маленькие здесь домики, дорожки. Это... у меня слов не хватает. Действительно, вот некая такая вот маленькая сказка. Чем же еще знаменит этот город? Он знаменит, конечно же, тем, что Виктор Гюго здесь останавливался и писал, как видите, вот сам отель, а здесь его памятник, созданный Роденом. Сама река. Мы взяли, кстати, поезд для туристов, такой маленький, чтобы вам можно было показать всю красоту, везде вокруг просто проехаться, и чтобы вы видели, какие маленькие улочки, какие красивые дома. Что же, что еще хотела сказать? Если вдруг вы окажетесь случайно здесь, то обязательно также зайдите в соседний городок Клерво, потому что там есть необыкновенно красивая выставка фотографа Эдварда Стейшена, который на самом деле родился в Люксембурге. Он родом из Люксембурга, но его семья переехала в Штаты, и он потом там получил национальность. Но посмертно он захотел, чтобы его самую знаменитую выставку, потому что она самая знаменитая в мире, из музея Мума передали в Люксембург. Поэтому у вас есть шанс, если вдруг вы там окажетесь, попасть в замок уже Клерво и посмотреть эту выставку. Он необыкновенно красиво играет со светом, с красками, с композицией. Это необычайно талантливый человек. И самые выигрышные снимки были сделаны им того же Родена, Греты Горбоу или Марлен Дитрих. Ну а о самом замке я, конечно же, вам вставила пару фотографий. Внутри как все выглядит, там осталась мебель, остались всевозможные кухонные принадлежности. Пару слов о самом замке. Замок был построен в XI-XIV веке для графов Янских на фундаменте римского замка. Этот замок передавали из одной семьи в другую, из одной власти в другую, пока он не достался герцогу Люксембурга. А он в свое время, 70-е годы, подарил его люксембургскому народу. После чего этот замок стал музеем, куда сейчас может попасть каждый, кому сюда хочется. И стал также довольно таким большим достоянием Европы. Что ж, на этом наша прогулка с вами заканчивается. Я надеюсь, что вам это видео понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх, подписываясь на мой канал, если вы этого еще не сделали. А я говорю вам, до следующих встреч. Всем пока!